Экзотический квест на новую лучевую винтовку Роковое Чучело. Как получить, как пройти, где взять катализатор и всё вот это вот. Давайте без долгих предисловий и воды. Меня зовут Джонни Лейни, погнали! Кому доступно это оружие и поручение? Тем, у кого куплен сезонный абонемент. Чтобы получить квест на винтовку, пройдите к призмопреобразователю скитальца. Квестовый предмет будет называться Рост. В описании задача пройти миссию помехи на ИО. Это та самая еженедельная миссия с сюжетным повествованием от Эрис. Для того, чтобы пройти этот этап, вам нужно открыть доступ к миссии. А значит перед этим нужно выполнить еженедельный квест «Средство для достижения цели». То есть пройти сначала все привычные процедуры, закрыть мероприятие «Контакт» пару раз. Оно теперь, кстати, расположено на Титане. Потом собрать теневые следы, играя в Гамбит, Гамбит Прайм, Суд. Или закрывать эскалационный протокол. После чего уже, наконец, отправиться на миссию помехи. По ее завершении поговорите с Эрис и завалой под деревом. Сорвите веточку. И в этот момент экзотическое поручение Рост обновится. Следующий этап, который называется «Маятник», будет состоять из двух шкал прогресса. Одна будет отслеживать 15 убитых марионеток Саватун. Они разбросаны по разным планетам, но вам проще выбрать одну и формить ее. Например, мы делали это на Ио. Прилетели в патрульную зону Разлом, где располагался ивент с башнями Серафимов и пирамидами. И тут вот гоняли по кругу. Марионетки Саватун – это сильное одержимое с различными модами воителей, вроде неудержимое или барьерное. Так что убедитесь, что в вашем оружии есть эти модификаторы из сезонного артефакта. Само сражение с марионетками представляет собой этакий микро-ивент. Вам нужно сначала расправиться с охраняющими мобами, рыцарями или ограми, уничтожить очаги одержимых и лишь затем появится сама цель. Вдвоем или втроем это дело буквально 30-40 минут, хотя даже в соло освоить довольно просто, ведь пока как раз все вокруг ищут эти цели и непременно помогут вам с ними справиться. Вторая шкала прогресса на этом поручении отслеживает окаменевший свет. Это те самые Calcified Fragments из первой части, один в один. Голубенькие камешки разбросаны по разным локациям на планетах Марс, Ио, Меркурий и Титан. Чтобы их найти, ориентируйтесь на маяки, которые укажет вам призрак при его активации. Но если какие-то трудности с поиском возникнут, то вот, дальше я посвящу несколько минут этого видео тому, чтобы показать вам точное расположение каждого фрагмента окаменевшего света. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok